«Я أيها النبي'ю, إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرا وأنذيرًا» Дорогие единоверцы, верующие, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Итак, какие наши обязательства по отношению к посланнику الله ورحمة الله وبركاته В первую очередь, вера в него. Вера нашего пророка – это один из столпов имана. Также мусульмане должны уверовать в остальных пророков и посланников мира. Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, является одним из них. В священном Куране говорится Уверуйте же в Аллаха, Его посланника и свет, который мы не спослали. Аллах ведает о том, что вы совершаете. Уверовать нужно не только языком, но и сердцем. Недостаточно просто произносить Мухаммад, Расулллах. Поистине Мухаммад – посланник Аллаха. Важно понимать и чувствовать эти великие слова. Если мы с вами возьмем некоторых птиц или животных, они могут повторять человеческие слова. Но понимают ли они их смысл? Не стоит нам уподобляться этим животным и птицам. Господь даровал нам разум, акль. Изучайте жизнь пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям, его семью и те знания, которые он, алейху ассалям, передал нам. Аллах поверивает нам. Отея, которые уверовали. Веруйте в Аллаха, его посланника и писание, которое он не спослал своему посланнику, и писание, которое он не спослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, его ангелов, его писание, его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение. Награда за веру в пророка, алейху ассалям, огромна. Туба. В хадисе говорится. Туба тому, кто видел меня и уверовал, и повторил семь раз. Туба тому, кто уверовал в меня, не увидев. Туба – название огромного и прекрасного дерева в раю, который дает тень семь его обитателям. Следующая наша обязанность – это любить пророка, саллаллаху алейху ассалям. Что мы больше всего любим в этой жизни? Ответьте, только честно. Кто-то сильно держится за рабочее место. Настолько сильно, что пренебрегает религиозными обязанностями. Некоторые любят богатство и роскошь, и не готовы жертвовать на пути Всевышнего. Любить пророка, алейху ассалям, значит быть готовым идти по его пути. Любить по-настоящему посланника Мухаммада, алейху ассалям, значит быть готовым оставить все то, от чего он нас сам остерег. Да, порой трудно отказаться от дурных вещей и старых привычек, нелегко бросить курить, приучить себя намазу и сделать ислам приоритетом своей жизни. Истинная вера требует от верующего полной самоотдачи. Нельзя быть наполовину мусульманином. Также нельзя только чуть-чуть любить пророка Мухаммада, саляллаху алейху ассалям. Кул إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها, واتجارة تخشون كسادها ومساكين تردونها. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя, в которой вы опасаетесь, и жилища, которое вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник, и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением, Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Как-то раз халиф Умар бнуль-Хаттаб, رضي الله عنه, да будет доволен им Аллах, рассказал одну историю. Однажды, когда мы были с пророком, صلى الله عليه وسلم, он взял за руку Умар-асхаба, после чего Умар сказал пророку, «О, посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, я люблю тебя больше всех и всего, кроме самого себя». Тогда посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, что ему ответил? «Нет, о, Умар, клянусь Аллахом, чьей власти моя душа, ты не поднимешься до высокого полноценного уровня веры, пока ты не полюбишь меня больше себя». Умар тогда сказал, «Клянусь Аллахом, я поистине тебя люблю больше самого себя». И любимец Аллаха, صلى الله عليه وسلم, сказал в ответ, «Теперь да, о, Умар». У каждой вещи имеется свой определенный вкус. Вкус имеют не только продукты питания, но и вера, иман. Почему часто мы не ощущаем ее вкус и вообще перворасслышим об этом? Говоришь иногда людям, что веру можно почувствовать, и они удивляются. Видимо, мы утратили определенные качества, и наши внутренние или внешние рецепторы не реагируют на веру, о чем и свидетельствуют слова пророка, صلى الله عليه وسلم. Слабист-фиры, ощутят тот, кто отличается тремя качествами. Любит Аллаха и посланника его больше, чем все остальное. Любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть вернутым в огонь. Посмотрите, как имам Али, радуй Аллаху ангу, да будет доволен им Аллах, сильно любил пророка, صلى الله عليه وسلم. Он рассказывал, «Клянусь Аллахом, он пророк, алейхиссаляту вассалям, был любимый для нас, чем наше богатство, наши дети и родители, и даже любимей прохладной воды в знойный жаркий день». В известных комментариях к аятам досточтимого Корана приводится история о сподвижнике Саубани, да будет доволен им Аллах. Очень интересная история. Иншаллах, в следующей лекции я обязательно расскажу вам эту историю. Ассаляму алейкум в рахмату Аллахи в баракату.